Здравствуйте, друзья! Мы начинаем серию лекций про силы души, про душевные силы, и сегодня про пост. Как он связан с коннектом со Всевышним, как он связан с нашей душой, как связана еда или ее отсутствие, с тем, насколько сильна наша молитва, об этом и об еще других вещах в этом коротком видео. Но начнем с того вообще, что это такое душа. Я думаю, что мы полностью не ответим на этот вопрос, но в принципе это часть Всевышнего, которая находится в нас. Но слова определяют сознание. Говоря то, что у инуитов, то есть, как мы их называем, эскимос, у них более 20 наименований снега, так как снег – это часть важная в жизни. Надо знать, какой это мокрый снег, сухой, то есть, кристальный такой и так далее, и от этого зависит их жизнь, из-за этого у них много наименований. В русском языке есть только одно слово души – душа. На иврите их много, намного больше, ну, как минимум пять. И в каждой душе есть еще подразделения, то есть, есть разные определения души, их очень много, из-за того, что иудаизм этим сильно занят. Сегодня мы поговорим чуть-чуть, начнем говорить об этом. Как связан пост с этим делом? Рабейну Бехае в книге «Кадакемах» говорит такую вещь. Начиная определение, что такое пост, он говорит то, что у человека есть три или составляющие души, или три разные души. Одна душа, которая связана с растительностью, другая душа, которая связана с животной душой, скажем так, и третья душа – это душа, которая связана с верхней частью, она называется «Нефеш-сихлиб» или «Нешама». Он говорит такую вещь, что мы не будем вдаваться в эти разделения, это три разные составляющие, одна, и не в этом дело. Но говорит такую вещь, что «Нефеш-бэмид», то есть животная душа, вот она хочет покушать, поссориться, поговорить о ненужном. Это очень связано вот с этим миром или связано с телом. Очень интересно то, что на русском языке это называется «животное», как живот. Она хочет покушать. И вот это вот силой тела, иногда их называют «чи», и так далее. То есть то, что духовное в других мудростях, тут мы называем это «Нефеш-бэмид». То есть животная часть, то есть часть души, которая относится с телом, с человеком, который «Нефеш-сихлиб» или «Нешама» находится более в голове, и она соединена больше со Всевышним. Она восхваляет его, больше контакт, и восхваляет его, то есть идет какой-то сигнал туда и принимает сигнал. Еще раз, мы тут не хотим говорить о всяких разных определениях души, потому что разные мудрецы их чуть-чуть по-разному называли. Бааля Тания называет это одним образом. Вот «Рабейн-убэхае» он как-то по-другому. Эти термины развиваются, но люди знают, о чем они говорят. И что получается? Зачем мы постимся, допустим, в Йом-ки-пу? Мы постимся не для того, чтобы… не совсем для того, чтобы издеваться над самим собой, а для того, чтобы уменьшить силу вот этой животной души, и за счет этого, чтобы лучше проявилась душа, скажем, «Нефеш-сихлиб», больше вот душа, которая связана со Всевышним. Для этого нужно меньше покушать и меньше дать силы вот этой вот животной душе. Еще он говорит такую очень интересную вещь. То, что мы делаем в Йом-ки-пу, допустим, не самое важное – это пост, который о постах еды. Он говорит, что важнее – это пост в мыслях. То есть не думать о чем-то плохом, не думать о каких-то, ну, или каких-то вообще вещах, которые называются «хэт» или «промах», или на русском это «грех», но на еврите это чуть-чуть по-другому называют, ну, как бы терминология другая. Если хочется думать о еде, тогда лучше думать, как мы накормим каких-то других людей, как мы дадим кому-то что-то приятное, сделаем и так далее. То есть пост в мыслях, он еще важнее не аллахический, потому что аллахический человек обязан в этот день не кушать. Он говорит, для духовной работы очень важно сделать пост в мыслях, то есть не думать плохие мысли. А если люди говорят то, что, если мудрецы говорят то, что можно что-то решать, думать и не думать, это истина. И человек, который чуть-чуть практикуется, мы можем направлять свои мысли в разные стороны. Другие люди будут говорить, лучше вообще ничего не думать. И может быть тогда, то есть как бы очистить вот эту вот сферу, и тогда нам начинают спускаться какие-то другие, более тонкие знания. Робин Ахман тоже об этом, кстати, пишет. Он пишет то, что он определяет связь между тем, что человек кушает, для евреев это там кошерная и некошерная еда, но кроме этого и вообще насколько тонкая эта еда, и как это связано с мыслями, которые человек думает, и со снами, которые у него приходят. Это связано также с едой, которую мы кушаем. Рамбом говорит то, что даже не качество еды, а это важная история и воздействует на здоровье, но и количество больше, чем качество. То есть, ну, лучше кушать, конечно, поменьше хорошей еды, но он говорит то, что не так страшно покушать что-то, для евреев это кошерное, но не настолько качественное, сколько немного. Он говорит, что лучше кушать, то есть, для здоровья хорошо немного кушать и останавливаться до того, как человек наедается. С Божьей помощью у нас это получится, потому что это не такая простая для всех людей задача. Для меня это не простая задача. И как это связано с молитвой? Ну, вот, понимаете, вот эти вот силы души, силы, или, как я говорил, некоторые мудрецы прямо называют это, что это разные души в нас. Душа или какая-то энергия, которая связана с телом, и энергия, которая связана то, что называется нашама, то есть, коннектом со Всевышним. И вот в этом труде, в разных других трудах говорится то, что надо как-то усмирить вот эту вот энергию, вот эту вот душу, связанную с телом, для того, чтобы дать место более тонкому коннекту. И тогда, как пишет и эта книга Каадакемах, и в других трудах, конечно же, молитва, и она доходит до Всевышнего, скажем так, как она получается. И человек, в котором теле не настолько много еды, он более тонко ощущает там, где он находится, он может лучше сформулировать свои желания, мысли и так далее. И вот молитва у него сильнее считается. В Рейске мудрецы пишут такую вещь, что молитва, когда она настолько искренняя, что человек плачет во время молитвы, как бы вот внутренняя у него самая такая уязвимая точка, самая искренняя, даже для слез, вот тогда точно молитва принимается. Как говорится, что ворота слез никогда не закрываются. И когда человек вот таким образом молится, и вот это вот люди стараются делать в Йом-Кипур, и в принципе сейчас не настолько в иудаизме принято вот эти вот тааньо, то есть посты, которые сам человек на себя берет, то есть не кушает. Сейчас это не настолько принято, но духовные работы мудрецов в прошлых поколениях известно. Многие люди, которые годами ели с субботы до субботы, то есть не ели, ели только в субботу. Но это не пробуйте дома, скажем так, но это говорит о том, что, во-первых, люди, которых тоньше духовно, они из меньшего количества еды могут доставать как бы больше, то есть не как бы, а точно, они из меньшего количества еды могут доставать больше, и они кушают сколько надо и не больше, или не кушают вообще. Кстати, надо сказать то, что в праздник Пури, когда Эстер попросила, и она делала пост три дня, потому что положение народа Израиля было нехорошее, и люди постились три дня, иногда раввины в Израиле просят своих, людей, которым за них следует, поститься какое-то количество времени, чтобы убирать, чтобы делать жизнь лучше, скажем так. Так что все это очень связано, что мы кушаем, как мы кушаем, когда мы кушаем, с нашим коннектом, с силой нашей молитвы, и с проявлением высших душевных, духовных качеств. Всего самого хорошего, постараемся не наедаться, и как-то управлять своей животной душой, и не так, чтобы она управляла нас. Продолжение следует...